Донбасс, Украина. Сегодня у нас 24 апреля 2015 года. Война в Донбассе, хватит нас обманывать, потому что это идет какой-то тут разводняк с этой войной. Потому что понятно, что война тут нужна Путлеру и всем российским жидам, чтобы захватить Донбасс, сделать тут зону типа как Приднестровья, раздражитель постоянный, для того, чтобы не давать развития Украины. Потому что если Украина объединится с ЕС, она разовьется очень быстро. А это будет дурной пример для жителей российского стада, которых они там дурят. Загнали в долги всю Россию, больше 2 триллионов россияне должны. У них фонд национального богатства 4,5 триллиона, но при этом россияне должны 2 триллиона. Ну как такое может быть, чтобы россияне должны были больше 2 триллиона в банках. То есть идет этот разводняк в России, вот им невыгодно, потому что и Донбасс, если Донбасс может очень быстро развиться, потому что это ресурс, уголь и так далее. Поэтому российским жидам невыгодно. И они сделают все, чтобы Донбасс в таком состоянии находился, в плачьяном. Благодаря этому находится в постоянном военном состоянии Украина. А все эти вот, которые в Донецке, там эти жиды бородатые, там эти все гандоны, они там шестерки кремлевские. Они от народа ничего не говорят, потому что их тут уже просто тупо ненавидят. Ненавидят инвалиды-пенсионеры, которые не могут пенсии получить до сих пор. Я вот получил, там неделю ездил с трудом. Моя мама, допустим, у 24-й, у нее на 24-й песня, пенсию перенесли с 13-го. Она не получила до сих пор, неизвестно, получит ли до конца месяца. Хотя там Захарченко по телевизору убеждает, но уже этому Захарченку никто не верит. Потому что там уже пенсионеры его открыто называют. Это Бэ-Лэ-Бол. Не выполняет Минские соглашения, начинает нам тут пропаганду, что Киев хочет войны. Порошенко говорит, давайте ведем миротворческий контингент ООН. А Захарченко говорит, что Порошенко хочет войны. Вы понимаете, какой идет разводняк. Люди хотят, говорят, давайте, пусть вводят контингент ООН миротворческий. Ну сколько можно уже воевать, уже все устали от этого. Зато там этот Пургин Донецкий заявляет о том, что они не хотят введения миротворческого контингента. Тем летом, когда уже ДНР там сузился до такого вот маленького состояния, когда отсюда бежал Стрелков, этот российский террорист, этот Гиркин Стрелков, который развязал тут войну в Донбассе. Благодаря там помогли с войной, расширили территорию. И теперь он Пургин говорит, а мы не хотим ООН. В том году они хотели миротворческий контингент, а сейчас они не хотят. А зачем им? Они теперь шестерские российских жидов, у них теперь жизнь все класс. А свои обещания перед народом они выполнять не хотят, да? То, что нам сколько тут каждый месяц обещали повышенные пенсии, все на свете, заплатили 1049 гривен, на которые можно 10 дней прожить. Все. Вот, понимаете? И теперь нам начинают сейчас активно пропагандировать здесь войну эту в Донбассе, что это Киев хочет ее развязать и опять наобвиняют. И все, уже все плюются, задолбали это ДНРовцы. Сколько можно уже тут этот разводняк, лохотрон. Нам тут пропагандируют какой-то украинский фашизм. Я вам просто говорю, вот включайте мозги. Я не знаю, откуда вы тут, с Украины, с России, там, с какой-то другой страны. Включайте мозги. Если бы был украинский фашизм на самом деле, как получается? Солдаты армии воюют, да? А люди ездят с Донбасса, едут в Украину свободно, получают там пенсии, к родственникам ездят, привозят назад, продукты завозятся с Украины сюда, да? А фашизм, почему их там никто не арестовывает, не пытает в застенках, еще им там и пенсии платят, бизнесмены едут там, и деньги снимают, отчитываются и везут сюда продукты, да? А фашизм где украинский? Объясните мне, где украинский фашизм, которым нас тут постоянно пугают? Вот где он, если люди едут туда за этот год, сколько миллионов туда-сюда ездят из Донецка в Украину, и фашизма никакого нет. Весь этот фашизм украинский, это разводняк, понимаете? И война здесь выгодна исключительно только жидовским шестеркам, которые сидят сейчас в Донецке, да? Кремлевским вот этим вот подстилкам, все. Народу война невыгодна, народ хочет, чтобы сюда ввели ООН, с кем я не разговариваю, все говорят, давайте пусть вводят ООН, реализовываются Минские соглашения 2, наступает здесь прочный мир, чтобы начала развиваться экономика, все на свете. Вот чего люди хотят, все уже устали, понимаете? Нет здесь никакого фашизма, люди спокойно ездят, проезжают в Украину, это всего лишь идет война. Вон, кто там, Захарченко, Пушилин, вот, и с Порошенко выясняют отношения, поэтому надо все это останавливать, вводить миротворческие контингенты ООН, реализовывать Минские соглашения 2, проводить выборы, гнать нахер всех этих жидов с Донецка, всю эту мразь, ДНРовский этот проект, и все, и трудовой народ Донбасса, люди, которые имеют доверие, должны получить власть и начинают развивать экономику, двигаться вперед, все. Вот так, поэтому хватит нас обманывать, хватит заниматься этим разводняком народа, нету никакого тут фашизма, нету нас там в Украине никаких врагов, вводите миротворческий контингент ООН, останавливайте войну, договаривайтесь, давайте реализовывать Минские соглашения 2, все. По-другому никак, иначе закончится это всем плохим уже, все, уже надоел весь этот обман. Продолжение следует...